МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире криминальные новости. Это проект Зона Икс. Я Виолетта Соколович. Здравствуйте. Сегодня в программе оборот наркотиков, истязания, разбой, похищение человека. СК поделился подробностями дела в отношении спортиков. Слишком дорогая рыбалка для жителей Солигорска. 40 карасей по цене 5 тысяч рублей и правовое преследование за незаконную добычу рыбы. И практика на месте реального происшествия. Тактика методика осмотра МСЧП. Следствие повышает квалификацию. Принципы непреемственности поколения мы будем надеяться, что именно так показала пара наркокурьеров из Минска. Они отправились на дело с двухлетним ребенком. Задержали семью с товаром в Витебске. Правоохранители выяснили, что дилеры недавно устроились в наркомаркет. Первым их заданием стала поездка в областной центр северного региона страны, где они должны были разложить по тайникам наркотики. Для этого сняли квартиру и взяли с собой своего двухлетнего ребенка. Пока он один находился дома, его родители занимались наркоторговлей. 34-летний мельчанин и его 23-летняя сожительница были задержаны сотрудниками наркоконтроля в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на пресечение деятельности криминального интернет-магазина. После задержания подозреваемые арестованы. Ребенок передан в учреждение здравоохранения. Жестокие избиения, отрезанные части рук. В СК рассказали подробности расследования уголовного дела в отношении двух спортиков, которые работали на наркомагазин. И, как сообщается, еще летом прошлого года в милицию поступило сообщение об избиении парня и девушки. Пострадавшие рассказали, что в Даркнете они заказали наркотики и отправились по координатам за закладкой. При этом тайник оказался пустым, но на месте их ждали двое парня. В итоге жестоко была избита девушка. В качестве устрашения ей даже отрезали фалангу пальца на руке. Предварительно установлено, что пострадавшая работала с закладчицей на крупный наркошоп. Но якобы не выполнила свои обязанности закладчика. И таким образом работодатель решил ее проучить. В ловушке коллекторов оказался и ее парень. Как правило, куратор интернет-магазина сообщал обвиняемым данные распространителей их координаты и оговаривал желаемый способ расправы. Так называемые каратели поджидали своих жертв в укромных местах, чтобы на крики о помощи никто не пришел. Спортики жестоко избивали закладчиков руками, ногами, битами, дубинками и иными подручными средствами, а также распыляли им перцовый газ в лицо и применяли электрошокер. Запугивая применением пневматического пистолета, фигуранты заставляли провинившихся, стоя на коленях, извиняться перед руководителем интернет-магазина. Свои циничные глумления они снимали на камеры мобильных телефонов и в качестве отчета отправляли работодателю, за что получали от него гонорар по установленному прайсу. К примеру, за отрезанный палец девушки им полагалось 700 долларов США. Всего на счету фигурантов четыре подобных заказа. Потерпевшими по уголовному делу призвано четверо граждан в возрасте от 25 до 30 лет. Нередко после расправы агрессоры похищали мобильные телефоны, ключи от автомобилей и иное имущество. Официально задержаны нигде не трудоустроены. Младший судим за хулиганство, кражи и уклонение от наказания, а старший за сбыт наркотиков в России и по линии ГАИ. Действия мужчин квалифицированы по ряду статей. Это оборот наркотиков, истязание, разбой организованной группы и похищение человека. Еще немного новостей из сферы наркоконтроля. Могилевская милиция во взаимодействии с сотрудниками таможни перекрыли канал поставки наркотиков из России. У 46-летнего жителя соседней страны обнаружено изъято около 2,5 килограммов мефедрона. Установлено, что на протяжении двух месяцев этот человек работал курьером наркомаркета и перевозил в Беларусь крупные партии товара. Сейчас оперативники устанавливают причастность мужчины к другим аналогичным преступлениям. Возбуждено уголовное дело, а фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы. Слишком дорогой оказалась рыбалка для двоих жителей Солигорска. 40 карасей стали им в 5 тысяч рублей и уголовное дело за незаконную добычу рыбы. Почему так? Да все просто. Рыбачили мужчины с помощью сетей. Известно, что задержала рыбаков дорожная милиция. В салоне их авто и нашлись все вещдоки. И продолжит выпуск. Алена Лешкевич, она подготовила обзор чрезвычайных происшествий. Мастерил в гараже и попал с ожогами в больницу. В Брестском районе, в подвале собственного дома, пострадал 35-летний мужчина. В МЧС поступило сообщение о взрыве газовой тепловой пушки на одном из участков. Выяснилось, что мужчина пытался зажечь ее и получил сильные ожоги тела, с которыми госпитализирован. Подробности ЧП выясняются. В Витебском районе мужчина попал в больницу, тоже получив ожоги в быту на собственном участке. Молодой человек занимался обжигом металлической бочки и загорелся сам. Парим пытался справиться с огнем самостоятельно. С ожогами разной степени тяжести пострадавший госпитализирован. В Копольском районе дачники так хорошо отдохнули, что сами сожгли себе дачу. Возвращаясь домой после отдыха, хозяин бросил под сарай незатушенный окурок. Как только семья отъехала от дачи, постройка загорелась. Спасателей вызвали соседи, никто не пострадал. В Минске на пожаре пострадала женщина. Сегодня днем в МЧС поступило сообщение о возгорании в частном доме по улице Адаевского. Хозяйка успела покинуть горящее здание до прибытия спасателей, услышав звук пожарного извещателя. Женщина госпитализирована с отравлением продуктами горения. Причина возгорания выясняется. Обиделся на слова знакомой и перерезал ей горло. В Аршанском районе следователи разбираются в обстоятельствах жуткого убийства. По данным СК, вечером 19 мая к соседям пришел 58-летний мужчина, чтобы вернуть им некое имущество. В ходе беседы он сказал, что убил подругу. Еже утром соседи решили проверить слова гостя и отправились домой к потенциальной жертве. И в одной из комнат обнаружили тело женщины, горло было перерезано. На место вызвали скорую и правоохранителей. И позже эксперты насчитают на шее убитый не менее шести ран. Фигурант рассказал следователям, якобы услышав от приятельницы обидные слова, разозлился и взял нож. В ходе возникшего конфликта гость нанес женщине удары ножом, после чего с места происшествия скрылся. Возбуждено уголовное дело по статье убийства. Подозреваемый задержан. С ним проводятся следственные действия. Установлено, что он нигде не работает. Ранее привлекался к уголовной ответственности. Расследование уголовного дела продолжается. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Далее перерыв на рекламу. Через несколько минут мы продолжим. Это программа «Зона Икс». Мы продолжаем наш выпуск. Хотела заработать на бирже, а попалась на уловку аферистов. В Минске в милицию обратилась девушка, которая стала жертвой кибермошенников. В интернете она увидела контекстную рекламу о дополнительном заработке. Для этого ей нужно было пройти по предложенной ссылке и зарегистрироваться. Ну а далее потерпевший перезвонил якобы работодателю и предложил внести для начала 100 долларов. И действительно, вскоре Минчанке на счет вернулась эта сумма вместе с процентами. Я положила 100 долларов, и он мне предложил своего личного аналитика. Мы с ней стали работать. Она стала раскручивать меня на то, чтобы я положила большую сумму. Какие-то части отсеялись не дали, а какие-то согласились. Рассмотрели мою заявку и одобрили. Получила деньги, перевела. Мы действительно работали с этим аналитиком. Все вроде бы шло хорошо, но когда пришло время выводить средства, возникла проблема. Вывести средства мы можем только тогда, когда я оплачу 12% от суммы, которую вывожу. Далее Минчанке предложили заработать по-крупному, взять кредит и перечислить деньги, которые позже будут удвоены. Минчанка взяла в двух банках кредит и перевела на счет аферистам 16 400 рублей. Когда потерпевшая хотела вывести денежные средства, у нее потребовали еще заплатить за эти действия процент, после чего она поняла, что стала жертвой мошенников. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Ну а милиция напоминает, что нельзя переходить по сомнительным ссылкам и тем более оформлять кредиты по рекомендациям незнакомцев. Преступную схему по уклонению от уплаты налогов раскрыла финансовая милиция Мозыря. ДФР вела мониторинг коммерсантов по продаже товаров низкого ценового сегмента. Это одежда и обуви в Мозыре, Калинковичах, Речице и Барановичах. И хоть цены в торговых точках были небольшие, доходы руководителей фирм были неплохие. За три года только налогов не уплачено на сумму почти 800 тысяч рублей. Но основной фигурант этого – гражданин Таджикистана. Данным лицом была выбрана упрощенная система налогообложения, согласно которой юридическое лицо освобождается от уплаты некоторых налогов при соблюдении ряда условий. Данные условия этим лицом были предприняты меры по обходу данных условий, дабы не допустить их нарушения, ну и сокрытие выручки, которое является необходимым условием для работы по упрощенной системе налогообложения. Мозырским районным отделом Следственного комитета в отношении руководителя общества с ограниченной ответственностью и его пособников возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 243 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Что касается остальных правовых вопросов, на имущество подозреваемых, а это руководитель фирмы, тот самый гражданин Таджикистана и его единомышленников, наложен арест. В денежном эквиваленте это полмиллиона рублей. Далее в программе обзор дорожной обстановки о самых серьезных происшествиях расскажет Александр Смирнов. В столице автомобиль сбил ребенка. По данным ГАИ, 9-летний мальчик выбежал из-за стоящих автомобилей. В итоге его доставили в больницу для обследования. Дорожный инцидент произошел накануне вечером во дворах на улице Авроровская. Известно, что за рулем автомобиля «Пежо» ехала 39-летняя дама. На месте происшествия работали сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа. Авария с ребенком произошла накануне и в Бресте. Около 8 вечера на улице Машенского 34-летний мужчина сбил велосипедиста. По предварительной информации, 13-летний подросток пересекал проезжую часть по пешеходному переходу. В результате ДТП школьник с травмами госпитализирован. Проводится проверка. Похожая история в Жлобинском районе. В субботу вечером 58-летний водитель Volkswagen Golf, проезжая по улице Первомайская в деревне Новые Луки, сбил пятилетнего велосипедиста. По информации инспекторов, мальчик выехал с дворовой территории на проезжую часть из-за припаркованного на обочине транспорта. В результате ДТП ребенок получил телесное повреждение и был госпитализирован. Ошибка на повороте и два человека в больнице. 34-летний житель Могилева катался на мотоцикле «Хонда» вместе с 33-летней пассажиркой. Причем дама была без шлема. На небольшом закруглении дороги водитель не справился с управлением и съехал в кювет. В итоге оба с тяжелыми травмами госпитализированы. Самое прискорбное, говорят в ГАИ, что чуть больше недели назад мужчину лишили прав на три года за пьяную езду. Плюс штраф 100 базовых величин, а это 3700 рублей. Еще одна авария с мотоциклистом. Сегодня около 7 утра в Полоцке на улице Октябрьская не разъехались легковушкой и байкер. По информации ГАИ, водитель «Фольксвагена» поворачивал направо из крайней левой полосы и не заметил попутный мотоцикл «Рейсер». В результате столкновения мотоциклист с травмами доставлен в больницу. Практика на месте реального происшествия. Тактика и методика осмотра МЕСЧП, где погибли люди в результате пожаров. В Гомельской области прошел интерактивный семинар на месте реального происшествия. Участие в интенсиве приняли следователи, эксперты и сотрудники МЧС. Специалисты работали на территории подворья, где в апреле случился пожар. Во время ликвидации возгорания тогда в доме огнеборцы обнаружили хозяина жилища. У него были ожоги 90% тела. Но спасти мужчину не удалось. Позже следователи выяснят, причина ЧП – неосторожность при курении, да еще и нетрезвом. Основными задачами следственно-оперативных групп на местах происшествий является установление места возникновения первоначального горения, а также непосредственной причины возникновения пожара. От качества проводимого осмотра на местах происшествий, связанных с пожарами, зависит эффективность проведения судебной пожарно-технической экспертизы. Участники семинара отработали навыки осмотра поврежденного помещения, установления места и причины возгорания. И еще раз поработали с вещдоками на месте происшествия. Ежегодный фестиваль фейерверков в Италии обернулся кошмаром. Пиротехническое шоу Сан-Севера буквально превратило площадь, где проходил праздник, в поле боя. Залпы салюта начали взрываться прямо в толпе. Причина – неисправные фейерверки. Несмотря на жуткие кадры, сообщений о пострадавших не поступало. Такой была программа «Зона Икс» сегодня. Увидимся завтра на «Беларуси-1». Криминальные новости есть на YouTube-канале проекта. Также следите за нашим аккаунтом в Instagram.